Я вот сейчас хочу, подержи, пожалуйста, жюри раздать нашу инфографику, потому что много мелких деталей, чтобы вам было удобней. А еще вчера я не успела рассказать про наш фонд, фонд борьбы с лейкемией. У нас есть такая красная шапочка с хэштегом «Самое время жить». И она была создана для больных лейкозом, которые перед трансплантацией теряют волосы и очень переживают от этого, потому что у них очень высокодозная химиотерапия, и им плюс к таким моральным сложностям еще накладывается материальная, потому что трансплантация костного мозга, сама она, процедура бесплатная, но поиск и активацию донора вынуждены оплачивать сами пациенты. А из-за того, что в российском регистре всего лишь 44 тысячи доноров, то в основном доноры находятся в зарубежном регистре, где более 20 миллионов долларов. Но и счет, соответственно, получается в евро, и трансплантация около 2 миллионов. И люди продают квартиры, влезают в долги, и вынуждены занимать деньги. В общем, мы против этого, и предлагаем популяризировать донорство костного мозга. Вот это наш логотип, который мы создали с Дашей, с прекрасным дизайнером. И это трансплантация, и символ нашего фонда борьбы с лейкемией. Значит, проблема — это нехватка доноров костного мозга в России, отсутствие внятной информации вообще, как стать донором костного мозга, куда идти, что такое костный мозг, и что из себя представляет забор этого костного мозга. Пропаганда в самом лучшем значении этого слова — донорство костного мозга. Мы создали инфографику, где отражена проблема, и показан путь решения ее. Вот это наш проект. Дальше он такой длинный и много мелких элементов, поэтому мы его вот так вот еще поделили. Значит, здесь мы показываем цифры, что ежегодно лейкозм заболевает до 30 тысяч человек, и 60% из них требуется трансплантация костного мозга. В российском регистре всего лишь 44 тысячи доноров, хотя в мировом регистре 20 миллионов. И стоимость трансплантации, соответственно, увеличивается. Что такое костный мозг? Многие путают спиной, головной, костный мозг. Мы здесь рассказываем, что он находится в костях, и при трансплантации его берут из подвздошной кости. И все это не так сложно. Человек приходит в больницу, сдает 20 миллилитров крови, и дальше у него есть два способа, как он может стать донором. Либо у него берут кровь из кости и в этот же день отпускают домой. Это делается либо под местным, либо под общим наркозом. Либо он принимает таблетки, которые выгоняют в кровь стволовой клетки, и просто он сдает кровь и дальше пересаживает эту кровь пациенту. Как мы предполагаем распространять проект? У нас есть группа на Фейсбуке, где около 2000 подписчиков. У нас есть Валерий Панюшкин, который пишет про благотворительность, помогает нам на основе продвигать другие проекты. У нас есть с ним договоренность, что он будет писать и про донорство, плюс все остальные платформы, где мы зарегистрированы, и собираем деньги на наших пациентов. Как мы будем влиять? А, как мы будем мерить влияние? Ну, заслуга Чулпана Хаматовой в том, что она донесла до людей, что детский рак лечится, и за 10 лет существования фонда «Подари жизнь» выживаемость выросла с 10 до 80%. Но мы хотим донести, что взрослый лейкоз также лечится. И чем больше мы, как фонд борьбы с лейкемией, будем получать счетов из российского регистра, а не из зарубежного, так мы будем понимать, что наша пропаганда работает. Ну и, соответственно, мы находимся при гематологическом научном центре, и по количеству новых заявок в доноры мы тоже будем понимать, как мы повлияли. Что мы сделаем на эти 60 тысяч? Мы будем оплачивать рекламу на Фейсбуке, потому что только рекламные посты как-то видят люди, охвативают аудиторию, плюс мы проводим в гематологическом научном центре донорские субботы, приглашаем туда всяких известных людей, которые... А люди приходят посмотреть на известных людей. И тоже вот... Да, остальные методы требуют больше денег, и финансовая устойчивость у нас есть, потому что безвозмездное донорство крови – это одна из программ нашего фонда, плюс мы на планете неплохо собираем на адресную помощь, и хотим также продвигать наш проект. На хакатоне мы сделаем логотип, презентацию и вот эту инфографику. Спасибо. 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 Спасибо.